Здравствуйте, дорогие друзья! Вечная тема девушевизации. Ситуация очень простая. Офшоры по-прежнему используются для уклонения от налогообложения и вывода капиталов из России. Те самые представители правящей тусовки, которые с пеной у рта рассказывают, как хорошо выполняются майские указы президента, это не шутка, они в это вправду верят. Они же говорят, ребята, офшоры не используются для уклонения от налогообложения. Когда им тыкаешь историю с Шеллом, которая ушла из Сахалина-2, ее активы нужно было оценить, и вдруг оказалось, что оценить ее активы очень сложно, потому что она, чтобы не платить даже крошечные налоги в рамках соглашения о разделе продукции в России, она при помощи своей офшорки в Южной Корее, в 4 раза занижала стоимость добываемого ею газа. Знаете, в 4 раза. Но для наших отечественных это не является уклонением от налогов. Для них не является уклонением от налогов произвольное завышение оплаты стоимости услуг, юридических и многих-многих других. А многочисленное, многократное завышение цены на товары, которые якобы сюда заводятся, на импорт, который производит впечатление эффективного. Все это лирика. Но самое главное, для чего используются офшоры, они используются не только для уклонения от налогов и для вывода капитала из России. При помощи, опять-таки, сейчас не прямого перечисления средств, а при помощи якобы торговых операций, якобы коммерческих расчетов. Они используются для управления активами, которые находятся здесь в России. Вот есть здесь завод России, есть здесь сеть ритейл в России, но они зарегистрированы в офшоре. Они зарегистрированы в офшоре и значит, они управляются исходя из интересов, которые к России отношения не имеют. Они управляются исходя из интересов, которые находятся в офшоре. При этом, поскольку большинство офшоров контролируется западными спецслужбами, в любой момент может возникнуть ситуация, когда западные спецслужбы возьмут этих владельцев, извиняюсь, за жабры и заставят управлять активами, которые находятся на территории России в интересах западных спецслужб. То есть это вопрос безопасности. Естественно, вся офшорная аристократия категорически отрицает эту озвученную истину. Естественно, вся офшорная аристократия категорически выступает против деофшоризации. И вся офшорная аристократия и ее политическая обслуга в один голос говорят, ребята, мы же облегчили возврат бизнеса в Россию. Мы же облегчили, у нас же теперь по закону нельзя использовать иностранные слова, мы же облегчили редамицелляцию. Это называется, когда у вас завод в России зарегистрирован на офшорку и вы его перерегистрируете в Россию. Совершенно верно, сделано очень много, это правда. Но это сделано для тех, кто хочет вернуть центр принятия решений из офшорки в Россию. Это для тех, кто хочет вернуться в Россию. Но огромная часть бизнеса в Россию возвращаться не хочет. Им там лучше, им там удобнее. Кто у нас вернулся из всех олигархов? Запада один Фридман. Никогда не думал, что я скажу хорошую про этого человека. Но вернулся один Фридман. Остальные-то там все сидят. Кто убежал? Абрамовича можно вспомнить того же самого. А большинство-то уехало тихо, без шума, без огласки, без рекламы. Но спрашиваю Министерство экономического развития, почему вы выступаете против этого закона? Они отвечают, ну мы же облегчили условия. Они возвращаются. Сколько вернулся? 247 компаний вернулась за два года. Что-то в этом духе. И говорят, отлично. А сколько осталось? Такие круглые глаза. Говорят, а мы не знаем. А зачем нам это знать? Сколько компаний осталось там? Нам это не интересно. Вот сколько вернулось, мы об этом рапортуем, как о своих успехах. А о том, даже никаких компаний. Сколько компаний осталось зарегистрировано в офшорах? Их это не интересует вообще. Ну, потом спохватили, сказали, ой, знаете, у нас нет для этого полномочий. Для этого нужно запросить Росстат. То, что Росстат подчиняет себя экономическому развитию, этим одичалам неизвестно, судя по всему. Вот такие люди на миру квалили. Поэтому я с группой коллег подготовил драконовский простой законопроект. А девшеризации в начале этого года мы внесли, в январе месяце. Суть закона очень простая, законопроекта очень простая. Мы даем полгода на перерегистрацию собственности в России из офшорах. Мы фиксируем, что собственность не может, расположенная в России, не может принадлежать компаниям, которые зарегистрированы в офшорах. Если эта компания не перерегистрируется, через полгода она конфискуется в собственность Российской Федерации. Точка. Чертовой матери. А эти полгода она переходит в управление Росимуществом. И любой добросовестный собственник, имея очень четкое представление о качестве управления Росимуществом, автоматически сломя голову, бежит перерегистрировать ее из офшорки в Россию, просто чтобы минимизировать потери. Естественно, внес я это дело в январе. И вот не прошло и 9 месяцев. Нет, не прошло и 10 месяцев. Это у нас же женщины рожают за 9 месяцев. А чиновники рожают за более длительный срок. Чиновник же более сложное существо, чем какая-то там женщина. Не прошло и 10 месяцев. И вот в ноябре месяца, значит, комитет, реально, ну, рассмотрение законопроекта начинается с того, что его рассматривает профильный комитет. Ну, вот не прошло и 10 месяцев. Профильный комитет, мой родной комитет по экономической политике, сделал заключение. Ну, правда, это заключение примерно соответствует заключению юристов, которые сразу, государственные, сделали это заключение. Но это заключение очень смешное. То есть, поскольку возразить нечего, люди старались тянуть как можно больше, как можно дольше. И вот, значит, фиксируется, что, оказывается, этот законопроект противоречит Конституции. Потому что, согласно Конституции, никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Попростите. Закон не предусматривает конфискацию по произволу. Закон не предусматривает, что я, Делягин, прикажу, говорю, заверните мне на рельские ники, он не нравится. Или, хорошо, заверните государство на рельские ники, он ему нравится. Нет. Закон четко фиксирует. Закон вводит норму. А дальше уже суд эту норму реализует. Как и все остальное. Если вы откроете Гражданский кодекс, вы не увидите там в каждой статье, что это делается только по решению суда. Нет. Если вы откроете Уголовный кодекс, вы не увидите там в каждой статье, что это принимается только по решению суда. Это само собой реализуется. Законы, они определяют нормы, в которых принимают решения суда у нас правовое государство. Поэтому ссылка на Конституцию не имеет смысла. Дальше фиксируется. По Конституции принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть проведено только при условии предварительного и раноценного возмещения. Простите, это имущество для государственных нужд. Это вот если кому-нибудь понадобится моя квартира, чтобы в ней разместить, например, резидентуру разведки. Ну, грубо говоря. И нет другой квартиры, другого места, где ее можно разместить. Тогда ко мне приходят, говорят, «Дорогой товарищ, мы ваше имущество изымаем для госнужд. Вот вам компенсация». То же самое проходит, если нам газопровод прокладывают по моему дачному участку. Или если на дачном участке моего отца, не дай бог, нефть найдут. То же самое происходит. Но это для государственных нужд, которые четко зафиксированы. А не потому, что эта собственность может быть использована как оружие против России. Дальше. Конституции фиксируют, что гражданские права, включая собственность, могут быть ограничены на основании федерального закона только в той мере, в которой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, права, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, а также обеспечения обороны страны и безопасности государства. Это святые слова. Я подписываюсь, только не очень понимаю, почему это возражение. Потому что деофшеризация – это и есть то, что необходимо для защиты основ конституционного строя. Финакин страна управляется нашим народом, а не западными спецслужбами. И заводы и предприятия, которые находятся, и торговые сети, которые находятся в России. Должны управляться исходя из интересов российского народа, а не исходя из интересов западных спецслужб. Это нравственность. Это здоровье. Это законные интересы других лиц. И это обеспечение обороны страны и безопасности государства. То есть они выдвигают аргумент на основании конституции в поддержку закона о деофшеризации и говорят, что это противоречие. Ну, коллеги, я понимаю, что вам нечего сказать. Вам вообще нечего возразить даже с формальной юридической точки зрения. Но вы хоть конституцию-то читаете? Вы хоть свои собственные документы, которые вы подмахиваете, вы их читаете? Кроме того, положение законопроекта противоречит с положениями статей, по-русски сложно говорить, это понятно, Гражданского кодекса Российской Федерации. Дальше начинается перечисление этих статей. 225-я статья. Бесхозные, бесхозяйные вещи. Вот если вот я эту чашку оставлю где-нибудь в общественном месте, это будет бесхозяйная вещь, которую нужно будет с ней поступать по процедуре, которую предусмотрено в статье 225-й Гражданского кодекса. Простите, пожалуйста, завод, торговая сеть, предприятие, даже квартира, это не бесхозяйная вещь. Ну, квартиру можно назвать бесхозяйной вещью, да, но, простите, в этом случае очень четко эта 225-я статья описывает передачу этой квартиры, но если собственность на квартиру вывезена в офшор, такое бывает на самом деле. Передача этой квартиры местным властям, в городах федерального подчинения, властям города. Причем власти города могут от этого отказаться. Эта процедура списана очень подробно, когда ее с противоречием. 235-я статья Гражданского кодекса предусматривает возможность конфискации, а просто описывает, в каких случаях можно лишать собственника и его собственности, предусматривая в том числе возможность конфискации. Здесь нет противоречий. В 238-я статья Гражданского кодекса вообще не относится к теме. Она описывает, что происходит с собственностью, которую я получил на законных основаниях, но владеть ей на законных же основаниях не могу. Ну, грубо говоря, приняли следующий закон. А, простите, то есть, конечно, здесь можно очень сложно обсуждать юридические коллизии, но это касается собственности. Например, купил я участок, а потом выяснилось, что этот участок я купил ошибочно. Ну, в мошеннической схеме. Или, значит, я купил участок, а потом у меня его забирают, скажем, под прокладку того же самого газопровода. Это совершенно другие случаи. Наконец, 243-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации прямо написана, что собственность может быть безвозвездно изъята в случаях, предусмотренных законом, в порядке конфискации. Так я это и предлагаю. Законопроект прямо в рамках 243-й статьи описывает случай конфискации, предусмотренной 243-й статьей Гражданского кодекса. Закон, законопроект подготовлен в исполнении статьи 243 Гражданского кодекса, но в шорной аристократии это непонятно. Они говорят, у вас написана конфискация. И в статье 243 написана конфискация. Это же противоречит. Разве вы не понимаете? А эта дискуссия заканчивается. Судя по всему, слишком многие в нашем государстве сдавали ЕГЭ. Дальше. Продолжаем идти по возражению. Исходя из позиций Конституционного суда, выраженным в постановлении 7 ноября 1917 года, дата-то какая, 7 ноября 1917 года, столетия Великой Октябрьской социалистической революции, произволенное прекращение правиломерно возникшего права частной собственности не допускается. Я говорю, а при чем здесь произвольное прекращение, когда, знаете, произвольное прекращение, я прихожу и говорю, так, вы владеете, я не знаю, телефоном, с которым ведется съемка. Мне нравится ваш телефон, я его забираю. Вот это называется произвольное прекращение права собственности. Если прекращение права собственности осуществляется по закону, но по определению не является произвольным. И дальше начинаются рассказы про репутационные риски, про предъявление судебных претензий к бюджету Российской Федерации, про договора Российской Федерации о поощрении в взаимной защите капиталовложения инвестиций с офшорами. Я допускаю, что наши одичалы еще не все эти соглашения расторгли, но вообще-то говоря, с офшором взаимных капиталовложений не бывает. С одной стороны вывод капитала, а с другой стороны вывод спекулятивного капитала. То есть у нас воруют деньги, это нормально, а мы должны, значит, бояться встречных рисков. Наконец, совершенно издевательская формулировка. Законопроектом не определены конкретные виды активов, на которые распространяются его положения. Там написано очень просто на все активы. Все. Но слово «все» для одичалых ненастижимо. У них в голове другое слово. У них в голове, как чугунная заслонка, стоит слово «нельзя». У них в голове стоит очень четкое представление о том, что страна принадлежит офшорам. И все, что хотя бы косо смотрит на офшоры, это нельзя. Поэтому они выдумывают самые фантастические вещи. Например, отсутствует порядок оформления права собственности на активы иностранных лиц. И всегда казалось, что порядок оформления права собственности нас предусмотрен гражданским кодексом. Тысячу разных способов. В законопроекте отсутствует состав документов, необходимых для процедуры оформления прав собственности на Российскую Федерацию. То есть, понимаете, в законопроекте, по их мнению, должно быть написано, что сотрудник Росимущества берет справку номер такой-то, обращается с ним в МФС в окошко номер такой-то, получает такую-то справку и приходит в суд. То есть, в законопроекте предполагается включить вещи, которые, а, давным-давно разработаны в рамках гражданского кодекса, в рамках подзаконных актов, и, во-вторых, очень сильно отличаются для разного рода имущества. Потому что группа компаний – это одно, компания – это другое, мастерская – это третья, квартира – это четвертая, отдельно стоящее здание – это пятое. И все это у нас, в ряде случаев, выведено в офшор. То есть, понимаете, вот две странички заключения, которые я сейчас разобрал подробно, дословно, вам было скучно, наверное, пока я это разбирал, возразить нечего, возразить содержательно нечего, поэтому официально произносится бессмысленный набор слов, бессмысленный набор слов кладутся на бумагу. Я удивляюсь, что здесь не написано, что в законопроекте не предусмотрена регламентация правил дорожного движения, потому что это примерно такое же возражение, как и все, что я сейчас разобрал. Произносится просто бессмысленный набор слов, потому что нечего возразить. Нечего возразить, кроме одного. Офшорная аристократия считает, что эта страна, как они ее называют, принадлежит им. И я думаю, что поскольку законопроект о деофшоризации, безусловно, будет отвергнуть Единый Россию, на сегодняшний день они правы. Они просто забывают, что кроме сегодняшнего дня будет еще завтрашний. А вот после завтрашнего дня будет уже далеко не усилен. Ну, значит, будем им напоминать. Разумеется, строго в рамках действующего разгады листа, как и Женич. Счастливо.